Ну что, дорогие друзья, всем привет, вы на канале Отличник Лайв, и настало пора, время наверняка вскрыть карты, о которых я не говорил вам, в общем-то, на протяжении всего года. Я сдал ЕГЭ, поступил в любимый университет, любимый всей душой, потому что я уже отучился первый курс, и могу с точностью до сотых заявить, то, что этот университет мне пришелся по нраву, мне нравится коллектив, мне нравится факультет, мне нравится направление, мне нравится экономика. И об этом мы поговорим в сегодняшнем ролике, о том, как выбрать университет, о том, вообще, из каких принципов исходить при выборе вуза, как готовиться к ЕГЭ, как не бояться этого единого государственного экзамена, и, соответственно, жить с полнейшим успехом и счастью в лице других и многих. 2021 год выдался для меня самым успешным годом, поскольку это был самый непредсказуемый, самый беспрецедентный год, поскольку первое событие, которое мне ждало, это подготовка к ЕГЭ, начиная с 10 класса, заканчивая 11 классом. Второе событие – это обучение на права, их получение, сдача экзаменов, внутренних, внешних и так далее. Ну и, соответственно, поступление в вуз. Это совершенно другая атмосфера, о которой, в принципе, даже многие не подозревают участие в школе. Так вот, расскажу вам немного о том, как вообще проходила моя подготовка к ЕГЭ. Поначалу я хотел сдавать литературу и поступать в творческий вуз, поскольку у меня была предрасположенность к обучению по актерской какой-то стези. Я хотел идти на режиссуру, хотел идти на продюсера, потом подумал – блин, а ведь есть более успешные люди, чем я. И почему бы мне не выбрать профессию, в которой я буду 100% уверен? Именно так я решил поступить на экономический факультет Кубанского государственного аграрного университета. Кубгао – маленькая страна возможностей. Так вот, я колебался между литературой, между историей, думал сдавать их, не сдавать. В итоге я выбрал русский язык, профильную математику и, соответственно, общество знания. С этими предметами можно поступить на социологию, на учителя математики, на учителя общества знания, на педагога начальных классов и так далее. В общем, целый такой перечень был передо мной, но я понимал то, что учителем я хочу быть где-то в глубине души, но не на данный момент времени. Я хотел сделать так, чтобы я выбрал ту стезю, то направление, в которое я уже смогу совершенствоваться и затем преподавать ее. И это экономика, поскольку, заканчивая специалитет, вы сможете потом поступить в аспирантуру и при успешной защите диссертации получить степень кандидата экономических наук, исторических, в зависимости от вашего направления обучения. И затем уже преподавать в университете. Так что убил двух зайцев сразу, можно сказать. Но насчет этого я пока не знаю, не задумываюсь, но, возможно, сделаю отдельный ролик насчет этой темы. Так вот, ЕГЭ. Я учился в лицее номер 90, это город Краснодар. Кто живет здесь, тот знает, что это крайне сильный лицей. Всегда лицей находится в рейтинге топ-100 школ по России, топ-100 рейтинговых учебных заведений, которые издают отлично ЕГЭ. И действительно, ребят, подготовка к ЕГЭ была ошеломительно крутой, поскольку был огромный объем работы, огромный объем информации, которую необходимо было верстать, не упускать каких-то важных моментов. И, соответственно, я совершенствовался в этом направлении. Поскольку по стольку, ребят, я сдал математику профильную, русский язык и общество знания, мне приходилось ходить на доп. Поскольку без допов вы, к сожалению, не сдадите эти экзамены, поскольку там все заточено под системность, под программу, под шаблон. То есть, если вы знаете, как решать тот или иной шаблон, то на экзамене, я уверяю вас, будет абсолютно все легко. Я ходил на допы по математике прямо в школе, ходил на допы по русскому прямо в школе и получил неплохие результаты. За два года подготовки я получил по математике профиль на 76 баллов, по русскому языку 96 и по обществу знанию 74. Объясню, почему такой низкий балл по обществу знанию, поскольку я не готовился к обществу знанию с репетитором. Я занимался самостоятельно им и занимался я за две недели до самого экзамена. Ребят, это очень плохой пример. Это пример того, когда человек считает себя каким-то, знаете, идолом, до которого, в принципе, не дотянулся. И это гордыня, самовеличие какое-то личностное, да, оно мешает вам в дальнейшем развиваться. И поэтому я вам не советую строить из себя какого-то, знаете, опять-таки, идола, который знает абсолютно все предметы наизусть. Если вы там решаете математику с закрытыми глазами, то ЕГЭ вам дастся тоже легко без подготовки. Нет, ребят, так это не работает. Надо готовиться, и я в этом 100% уверен и уверяю вас в этом. Так что, если вы сдали там хорошо ОГЭ, поверьте, ОГЭ – это не ЕГЭ. ОГЭ намного легче, чем ЕГЭ, примитивнее ЕГЭ, уже немного другой этап, немного другая ступень, которую вам необходимо постичь, осознать, вот, и переиграть, естественно. Так что, вот, к обществознанию лучше было бы готовиться, поэтому я получил свои 74 балла. За счет русского у меня получилось 246 баллов, и я мог поступить абсолютно куда угодно на бюджетное направление, вот куда хотел, туда и мог. Я подавал в Петербург на учителя математики в РГПУ имени Герцена, я подавал на социологию в политехнический университет, потом я подавал еще в Кубку в наш государственный, тоже на учителя математики, физики и так далее. На все направления, которые мне были интересны, поскольку можно подать в 5 вузов, вот, значит, ну, выбрал я все-таки коммерческое направление на экономике. Об этом я, наверное, запишу отдельный ролик, поскольку, если вкратце, ребят, о чем я буду говорить в этом ролике, если я запишу про университет? Я буду говорить о преимуществе специалитета над бакалавриатом, тем более сейчас отменяют баланс по систему, поэтому это не совсем будет актуально учиться по системе бакалавр-магистр, когда можно отучиться 5 лет по советской системе образования, получить диплом специалиста и, соответственно, работать уже по специальности без каких-либо проблем. Но если вы, конечно, ударились прямо в эту стезю, в эту науку, и вам интересно это, то вы можете уже идти и изучать это более детально, более конкретно, досконально, и получив какую-либо степень, там, кандидата, доктора и так далее, но это уже в дальнейшем как в жизни сложится. Что я хотел вам рассказать? У ЕГЭ есть одно такое свойство, оно пугает людей, оно пугает учеников, оно пугает абсолютно всех, кто к нему готовится, кто его приходит сдавать. Поверьте, ЕГЭ не так страшен, как кажется. ЕГЭ страшен, поскольку вам навязывают этот страх, чтобы вы готовились, это лишь мотивационные какие-то задатки, не более. Вы приходите на ЕГЭ и понимаете, что если вы решали на протяжении года те же самые варианты из книжек ФИПИ, то вам попадется точь-точь то же самое, поскольку это не меняется годами. Эта система не меняется абсолютно. Я это проверил, это проверили сейчас мои знакомые, которые сейчас в 11 классе, они его закончили, сдавали ЕГЭ, получали результаты, и они с точностью до сотых сказали мне о том, что ЕГЭ было абсолютно легким. И так говорят каждый год. Сложен он для тех, кто к нему не готовился, понимаете? Так что везде виновата подготовка. Если вы не готовитесь, вы получаете какие-то мрачные результаты. Если вы готовитесь, вы получаете превосходный результат. Все, по-моему, логично. В общем, по поводу ЕГЭ не волновался. Я съездил всего на три экзамена, написал их, и с уверенностью в том, что я получу свои заветные баллы, я уже выбирал вузы для поступления с помощью сайтов, там, типичный абитуриент и так далее. В общем, сайты, где вам составляют по вашим баллам, примерным ориентировочным, я так и вбивал, список вузов, в которые вы можете поступить и специальности, и направления. Я выбирал как коммерческие, так и бюджетные. У меня вообще не было цели выбрать там бюджетное направление, либо коммерческое. Мне было абсолютно без разницы. Я искал то, что мне будет по нраву. И вам я тоже советую искать то, что вам будет по нраву, поскольку поступать, например, на учителя математики только из принципа того, что это бюджетное направление, вам просто отучиться, получить диплом, и не работать по специальности. И я считаю это ошибкой, ребят, потому что вы сами конструкторы своей жизни. Для чего вам тогда поступать в университетности? Вы, в общем-то, и не хотите учиться по этому направлению, и вас ничего не привлекает, и вы можете самореализовываться в какой-нибудь творческой медиасфере без какого-либо специального дополнительного образования. Подумайте над этим, подумайте. Либо если вас заставляют родители, все-таки я советую вам с ними обсудить на берегу то направление обучения, которое вам будет больше всего по нраву, и сделать упор на специалитет. Потому что за специалитетом будущее, ребят, поверьте. Вот. Я отучусь еще 4 года, и, поверьте, я выскажу свое мнение по этому поводу. Оно будет у меня, я полагаю, самым справедливым и самым беспрецедентным, поскольку я уже начинаю делать какие-то прогностические выводы, и мой прагматизм, я полагаю, будет высокооплачиваться. Ну, вы понимаете. Вот. Сдал я ЕГЭ, подал документы. Подал документы, ждал поступления. Звонили мне из трех вузов, со всех бюджетных направлениях, и на всех бюджетных направлениях я сказал, спасибо большое, но я передумал, поскольку я выбрал специальность экономиста. Вы должны понимать то, что у нас стереотипизация образования, это юриспруденция и экономика, то есть как будто больше ничего нет. Но при этом есть же инновационные технологии, цифровая экономика, какие-либо другие специальности, которые сейчас востребованы. Но у нас почему-то мир делится на юристов и экономистов. Это очень странно, это я не поддерживаю такое, это стереотипы. Так вот, я учусь на эконом-факультете, о нем я могу вам рассказать в следующем ролике, если вам будет интересно по поводу того, как происходит процесс обучения. А сейчас я уже плавно буду переходить к обучению на права, и как лучше это сделать. Поскольку про ЕГЭ я вам сказал, что страха нет, страха нет, ребят. Вот, и про университет я вам тоже сказал, потому что специалитет это фаворит. По поводу учебы на права. Учеба на права у меня была в 10 классе. В 10 класс я закончил, у меня было лето, это 3 месяца. 3 сладких месяца, ребят, 3 сладких месяца беззаботной жизни. Потому что, поверьте, 11 класс, 3 месяца лета, это будет для вас сдача экзаменов. В 10 класс вы 3 месяца либо отдыхаете конкретно и весь год готовитесь, либо уже начинаете с лета готовиться. Но я советую вам хорошенько отдохнуть и запомнить это лето на всю свою жизнь. Я лично как? Я пошел в 10 классе, как его закончил, сразу летом в автошколу. Я отучился там, получил там сколько там, 20 занятий теории, или там в часах оно считается. По-моему, 20 с чем-то часов теории я получил. Потом катался на автодроме с инструктором, потом катался по городу. Вот, 56 часов было практических занятий. Потом уже началась у меня ГАИ. В ГАИ я сдал все до 8 апреля. Теорию я сдал с первого раза. Автодром я сдал с первого раза. Город я сдал с третьего раза. Ну, там у меня были, конечно, ошибки мои. Поскольку я немножечко тупил, не было, было такое переживание, даже больше, чем на ЕГЭ, потому что сидишь и справа от тебя инспектор ГИБДД, а сзади у вас там организатор этого экзамена. Так что было, было переживание, ребят. Вот, и делал всякие такие глупые ошибки. Ну, теория, скажу вам так, она легкая. Там 400 вопросов, которые также не меняются. Их если выучить, довести до идеала, до автоматизма, то у вас будет определенный успех. Также автодром. Ну, сейчас уже новые правила ввели. Сместили автодром и город. Во единый экзамен. То есть вы теперь сдаете автодром и город в один день. И, соответственно, я там не знаю, какие уже правила, какие критерии. Вот я лично сдавал отдельно. То есть было такое, знаете, автодром отдельно, город отдельно. И автодром я сдал вообще абсолютно легко, потому что у меня была эта машина на закрытой парковке, не вредя никому. Я, пристегнувшись, обучался каким-либо маневром налево, направо и так далее. Вот. Короче, друзья, если у вас есть свободное время, обязательно обучайтесь, совершенствуйтесь, саморазвивайтесь. Вот. С правами у меня тоже все получилось. И потом я 8 апреля сдал уже последний экзамен на город. Прошло все отлично, хорошо, как по маслу. Я не переживал, не нервничал. Уже появилось какое-то спокойствие после третьего раза-то. Вот. Сдал я экзамен, получил права 4 августа после дня рождения. И на год опять-таки я затих, поскольку у меня был такой насыщенный год, который беспрецедентен по всем меркам. Я думаю, вы это поймете, потому что те, кто сейчас закончил 11 класс, меня полностью понимают, что сейчас абсолютно не для какого-то творческого развития. У вас у самих сейчас много других проблем, неонсативных ситуаций. То есть вы сейчас подаете документы, ищете вуз, куда поступить и так далее. Поэтому я вам желаю удачи, ребят. Я вам желаю счастья, здоровья. Вот. Учитесь, саморазвивайтесь. Главное, получайте образование. Это очень важно, ребят. Это на самом деле очень важно.